12.06 в Кирове. В студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Это «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Миссия выполнима. С чем кировские бизнесмены ездили в Мюнхен, разбираемся мы сейчас уже второй час. И в первом часе, если мы говорили с точки зрения административной, у нас был председатель правительства Александр Чурин. Причем интересно, как оказалось, правительство ездит за свой счет, именно кировские члены правительства ездят за свой счет в такие бизнес-миссии, чтобы не было потом пересудов, что они ездят в заграничные путешествия за все бюджета. Сами заплатили за билеты и за пребывание. Да, и предприниматели, насколько я понимаю, тоже ездят, которые сейчас пришли к нам в гости. Это директор по развитию, почему-то, я думал, что генеральный директор компании «МИКО» Екатерина Матанцева. Екатерина уже в эфире много раз. Да, здравствуйте. Всегда очень рада. Вот. И директор, или коммерческий директор. 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 ООО «Лебяжский завод растительных масел» Никита Молодкин. Он у нас дебютант, но я думаю, что… Так точно. Да, тема, которую он нам расскажет, будет не менее интересна, чем тема здоровой косметики. Вот. А поговорить мы хотели как раз, ну, то есть, чтобы наши гости рассказали нам о своих впечатлениях от бизнес-миссии, совпадают ли они с теми ожиданиями, которые были на входе, да, и есть ли какие-то интересные наметки, перспективы по взаимодействию с немецкими предпринимателями или с немецкими торговыми сетями. Начнем, наверное, с Екатерины, как-то человека более опытного и понатаревшего в международных отношениях. Мы сейчас передадим микрофон Екатерине, только скажем, что у нас прямой эфир, и вы можете звонить в прямой эфир 211-101, если у кого-то есть вопросы нашим экспертам по этой поездке, по другим, возможно, там, бизнес-миссиям, как вообще попадать в эти бизнес-миссии, надо, не надо, и даже по деятельности самих предприятий, которые будут сегодня представлены, вы можете звонить 211-101, а сейчас, пожалуйста, Екатерина Александровна, вперед. Да, на самом деле, если говорить про бизнес-миссии, в которых я уже не первый год присутствую, то есть я ездила в Узбекистан, в Казахстан в бизнес-миссии, то, конечно же, чтобы от этого был эффект, предпринимателю нужно подготовиться. То есть не нужно рассчитывать только на центры экспорта, что они пригласят нужных партнеров, они кого-то приведут, мы куда-то придем, и случится чудо. Вот, потому что, конечно, когда ты едешь в страны СНГ, то это попроще, потому что люди говорят на одном языке, к российским товарам относятся достаточно позитивно, если ты ездишь на рынок Европы, то, конечно же, тебя никто не знает, никто не ждет, и, в принципе, тебя там не хотят. И поэтому здесь очень важно понять, какую нишу ты будешь занимать, с кем ты будешь вести переговоры, как ты встроишься в уровень конкуренции, который сегодня присутствует. Потому что есть разные типы бизнеса, да, есть там, где я продаю B2B, например, там, маска, там, канистрами, да, какие-то химические удобрения, да, там, вагонами. А если, например, даже рапсовая пусть маска, но в баночках, да, или вот как у меня косметика, это бренд, то здесь нужно понимать, что я буду продавать B2C, конечно, закупать у меня будут B2B, но я должна гарантировать, что в этом магазине мою косметику потребитель купит. И здесь очень важно было мне в эту поездку не только пригласить партнеров, которые заинтересованы будут в продаже моей косметики, потому что у меня выгодная маржа для B2B, вот, потому что у меня действительно… Давай расшифруем, B2B – это когда бизнес взаимодействует с бизнесом, B2C – это бизнес клиента. Да, и получается, что у меня, конечно, есть хорошая маржа, потому что российские бизнесы, они настроены именно на хорошую маржу, потому что в Европе бизнес работает на 3% рентабельности, да, в Европе, а в России, если у тебя меньше 20, ну, даже бизнес не стоит организовывать, иди просто вклад там положи, вот, и работай. Есть больше выгодные источники вложения денег и времени, вот. То, конечно же, когда мы туда поехали, вот, если мы уже были в Германии в феврале, мы получили с 2019 года на косметику МИКО сертификат Cosmos Organic, что подтверждает, что наша косметика теперь не просто натуральная, да, она ещё органическая, вот. А в Европе нет таких марок, где 100% натуральный состав. Вот вы не поверите, мы 10 лет в России создавали легенду, что можно полностью натуральную косметику создавать. Вот, а в Европе таких, как Матанца Екатерина, не было. Там были зарубежные марки, которые, они говорили, ну, это же косметика, ну, там консерванты, синтетика всё равно будут, какие-то там эмульгаторы, ну, чуть-чуть там химически не страшно. И люди к этому привыкли. С одной стороны, да, органическая косметика, да, с другой стороны, она не 100% натуральная. А учитывая, что мы вкладываем в косметику интересный эффект, там, преобразование маска в молочко, или там чёрного в белый цвет, и наоборот, превращение, когда ты пользуешься, вот. Я думаю, что вот ты пришёл, люди попробовали, и всё, и всё хотят купить. Вот, то, и у нас были переговоры с февраля с некоторыми партнёрами, вот. И они вроде бы и хочутся, и колются, и мама не велит, и было непонятно, почему они не подписывают контракты так же быстро, как страны СНГ. Потому что у нас на дистрибьюцию вот из страны СНГ было там по 5 партнёров, которые хотели, и мы просто подписывались теми, да. Мы такие, а мы идём, рассматриваем, кто лучше. У нас просто на следующий день приезжали из Казахстана партнёры в Киров. Это когда, знаете, говорят, что, ой, Киров неинтересный город. Они просто прилетали, говорят, мы хотим. И мы после этого поступка такие, люди, два дня потратили на перелёт. Конечно, они замотивированы больше всех. Ну и, в принципе, мы не прогадали. Вот, хороший действительно партнёр, который очень быстро рос в объёмах каждый год. И получается, что там-то не было такого спроса, конечно же. И вот в эту поездку, помимо деловых переговоров, помимо участия в деловой программе центра экспорта и посещения генконсульства, которое тоже, в принципе, было полезно, мы с генконсулом договорились, что встретимся на выставке «Виванес» в следующем феврале. Да, потому что он был, но он больше посещал продуктовый стенд. Может быть, как раз Никита расскажет. Теперь он возьмёт жену, и они посетят уже ваш стенд. Да, я думаю, что всё-таки мы встретимся, и всё-таки здорово, что руководители страны тоже начинают темы органики, поддержкой, в том числе здоровой сферы, интересоваться. Тут уже, получается, бренд не только «Микон», бренд Екатерины Маттенцевой выходит на высокий уровень, поскольку генконсул сам придёт, значит, на стенд, он придёт со своим другим другом, консулом, какие-нибудь и так далее. Но это очень важно, на самом деле, потому что, конечно, мы знаем, что продвигает не только продукцию, очень часто продвигают и лица бренд, потому что они, особенно если эти лица основополагатели, как вы, родители этой идеи, собственно говоря, это тоже мощный двигатель торговли, надо сказать. А мы, на самом деле, перед эфиром разговаривали с Никитой, с директором. Никита Молоткин, директор Лебежского завода растительных масел. Оказалось, что хотя в бизнес-миссии впервые, на самом деле экспортные поставки для Лебежского завода уже обыденная реальность, и это происходит. Можно немножко рассказать, что за масло вы делаете, куда уже поставки осуществлялись для Германии? Вот смотрите, для меня совершенно открытие, что есть такой Лебежский завод растительных масел, и что вы работаете на РАПСе. Вот только готовясь к этой программе, я поняла, что он есть. — Ты погуглила, что такое РАПС. — Да, нет, ну я что такое РАПС и РАПСовое масло знала и раньше. Мы об этом говорили с тобой в наших программах тоже, и понимаем, что это большой тренд, на самом деле, за рубежом. И я также знаю, что РАПС хоть и растет на территории Кировской области, но это не... для нее не те условия, как в той же Европе, например, есть, по выращиванию РАПСа, и не та история выращивания РАПСа. — Закачала Никиту, он уже хочет сразу отвечать. — Да. Ну, есть нюансы выращивания, но его можно здесь выращивать абсолютно нормально и получать урожай. Вот. История, конечно, у нас не такая, как у МИКО. То есть, когда вы получали... — Органик сертификат. — Органик сертификат. Еще про наш завод даже никто не задумывался. Вот. Мы работаем с 2014 года, с 2014. Завод — это не реконструкция какая-то. Это все построено в чистом поле, на частные деньги, частного инвестора. — Я даже слышал историю, что это инвестор, который занимался раньше нефтяной или газовой промышленности, и на родине жены решил бизнес открыть. — Да, 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 все верно. — Да, подтверждаю. Вот. Установлено европейское оборудование. Оно нам позволяет получать масло очень хорошего качества. Мы периодически сдаем, ну, в такие даже не государственные, а там лаборатории на масложировых комбинатах различных. Вот. Ну, то есть, профессионалам, которые работают с этим маслом каждый день. И тут один из лаборантов — у нас масло нерафинированное, холодный отжим, то есть, самое полезное, экстра-вержин, вот эти все вещи. То есть, по чистоте, она мне даже задала такой вопрос, вы что, его рафинировали? Вот. Это к вопросу вот о качестве. Вот. Что там дальше у нас? — По экспортным поставкам. — По работе на экспорт. То есть, понятно, что масложировые комбинаты — это преимущественные, это стабильные поставки, да, внутри России? — Да, 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 это внутри России, это наши уже постоянные, как бы, покупатели, клиенты. — Они где располагаются внутри России? — По всей России, от Краснодара до Екатеринбурга. Мы работаем, ну, так, ну, 19-20 регионов России. — Неужели у вас такие большие объемы производства? — Мы не единовременно с ними работаем, с 20 регионами, а вот за всю историю, то есть, где нам удобнее, где выгоднее, где есть спроса, там мы и работаем. Вот. Что касается Европы и вообще экспорта, наше масло знают в Норвегии, знают в Бельгии, в Китае, вот. Вот. Но это все были такие поставки B2B, как говорится. Сейчас у нас эта работа выстроена, есть у нас постоянные покупатели во всех сферах, и нам как-то хочется выйти на новый уровень и начать ознакомить, в первую очередь, российского покупателя с этим маслом, потому что весь мир его ест, весь мир его знает. По производству рапсовое масло опережает и подсолнечное, то же самое, естественно, оливковое. Вот. На третьем месте находится после сои и после пальмы, но это уже такая история другая. Прервемся на полминуты и, наверное, продолжим именно с того. Я бы продолжил про B2C, потому что я еще не видел ребежского масла в магазинах. Да, и вообще надо рассказать, и что там такое в этом рапсовом масле, что оно такое популярное. Я вам все расскажу. Что даже в косметике. Ну, оно на самом деле очень полезное. Сейчас вот мы расскажем. Вы расскажете свою историю, а Екатерина расскажет свою историю, раз в косметике она тоже применяется. Через полминуты. Завезу, в общем, всегда. Мы в эфире. Екатерина Маттенцева, директор по развитию компании МИКО. У нас в студии известные уже нашим слушателям и специалисты компании «Продукты». Никита Молоткин, директор ООО «Лебяжский завод растительных масел». Пока неизвестный нам продукт. Пока вообще неизвестный. Ни завод, ни продукт. Ну, с заводом чуть-чуть уже начали знакомиться. Но все-таки, когда мы говорим о продукте, чтобы картинка была понятной, в голове у человека складывалась, о чем мы вообще речь ведем. Не просто там о том, что поехала одна компания встречаться с другой компанией в какую-то страну, а с чем конкретно, вот чем торгуют, да, это же вот что можно понюхать, попробовать и подержать в руках. Вы говорите, что рапсовое масло в мире завоевало уже свое место, но третье после соевого масла и пальмового масла пресловутого. Ну, не по качеству. Несчастного. Третье по объемам потребления. По объемам потребления. А все-таки, что такое рапсовое масло и почему оно так популярно, где оно применяется? Ну, рапсовое масло, чтобы вот если совсем в нескольких словах, это северное оливковое. Есть такое устойчивое сочетание. Ну, то есть, последователи здорового питания, правильного питания всегда, как бы, говорят об оливковом масле, как какой-то, ну, эталон. Что касается рапсового, то оно по всем своим показателям не уступает оливковому. И по ряду показателей оно его превосходит. Это, ну, несколько только показателей. То есть, это омега-3, омега-6 кислоты, которые находятся в идеальном сочетании для человека и в количестве. Вот, чего нет в оливковом масле. Это витамины, Е, там еще ряд витаминов. По поводу использования. Рапсовое масло имеет высокую температуру дымления, горения, и оно универсально. То есть, оно подходит для жарения, для запекания, ну, естественно, для салатов. Я выдам секрет, ну, не секрет, на рапсовом масле могут ездить автомобили. Долгое время считалось техническим. В Германии они называются салатницы. В связи с наличием токсинов, неприятным привкусом и зеленым оттенком масла, говорит нам Википедия, вызванным содержанием в нем хлорофилла. Это должны все знать со школьной программы, что такое хлорофилл. Успехи биоинженерии в конце 20 века позволили решить эти проблемы, перевести рапсовое масло в разряд пищевых. И вот пищевые свойства вы и называете. А что касается косметических свойств рапсового масла? На самом деле рапсовая маска часто используется в косметике, поскольку она действительно богата омега-3, омега-6 жирными кислотами, как Никита сказал, там сбалансированный состав. А когда мы производим косметику, обычно, ну, грамотный технолог, он подбирает такой набор жирных кислот из масел, чтобы он повторял состав человеческих липидов. И таким образом косметика будет наилучшим образом встраиваться в кожный покров и восстанавливать, ну, разрушенную, например, поверхность. И поскольку по цене он дешевле, оливкового маска, то, конечно же, это такой the best для рынка России. Но я сама просто, поскольку часто рассказываю про технологию вообще производства растительных масел, да, мы знаем, мы отбираем тоже холодный именно отжим, то я бы хотела вообще сказать, что это действительно маска, которая даже для пищи намного полезнее оливкового. Потому что, во-первых, оливка растет не в нашем климате. Нужно понимать, что там, где родился, там для тебя и более полезный продукт. Второй момент, что оно намного полезнее подсолнечного. Потому что если бы вы сами вот взяли изобилие, опять же, в Википедии, как сегодня производятся растительные маска, вы были бы в ужасе. Потому что их получают часто с растворителем, потом эти нефтепродукты отгоняют, потом маска водой промывают, потом вымораживают. Вот вы представляете, вы хотите вот это вот есть. А по сути, это рафинированная маска. Там, ну, это такой уже полухимический процесс, да, получения, да, с растворителем, чтобы именно максимум изъять из семян. А когда получаешь максимум, там уже и яды переходят, для этого вымораживают, водой промывают и так далее. Что, конечно же, когда есть маска рапсовая, которая в холодном виде, да, холодного прессования, можно на нём жарить, то это, я считаю, продукт the best. Причём по цене он не дороже. Вот, по цене. Это хорошая история. Если мы понимаем, что, например, соевое и пальмовое применяются для того, чтобы дешевить, например, продукты. Что касается рапса, вот вы говорите, его сейчас немного на прилавке рапсового масла. Оно как раз на полочках со здоровым продуктом стоит, и значит, стоит дорого маленькая бутылка. Когда удешевится этот продукт, чтобы стать популярным? Ну, в Кирове я вообще его не встречал даже на прилавках здоровых продуктов. Это вам минус. Вы тут работаете, масло нам не поставляете. Вот, вот, этот период у нас прошёл становление, азово сейчас работает. И как раз наша следующая задача именно рынок региональный и выход вообще на рынок именно с продуктом, с рапсовым маслом. Так, а что касается Германии, мы возвращаемся и к вопросу Олега. Да, там-то речь идёт о взаимодействии B2B или тоже есть возможность поставлять продукт в виде, там, упакованный уже с этикеткой, что это реберская масла? Ну, вот, у меня было два варианта, что касается рапсового масла. То есть, это покупатели те же самые оптовые, которые у меня покупают, там, железнодорожными вагонами, там, автоцистернами. И второй, как раз, вариант, который, это торговые сети, вот, сети русских, условно-русских магазинов для русских в Германии, вот, которые, в принципе, заинтересовались маслом, чтобы поставить его у себя на полках. Где-то, вот, в сентябре, в октябре мы, наверное, это будем делать. Но в Германии рапсовое масло, это в порядке вещей? Ну, это обычное масло. Оно есть в магазинах? Да, оно представлено в магазинах в количестве, ну, не меньше, чем в подсолнечном, подсолнечное, там, оливковое. Ну, то есть, абсолютно полноправный. То есть, люди его знают как продукт питания. Да, 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 да. А тут еще преимущество, то есть, сеть магазинов «Монолит» – это именно магазины, позиционирующие себя, как магазины, торгующие русской, отечественной едой. Вот вы сейчас говорили про сеть магазинов «Монолит», и я поняла, что вы больше поговорили до эфира, чем я. Да. Да, вместе. Да, поэтому давайте расшифровывайте все, что вы тут там говорите. И, в частности, вот если мы заговорили о магазинах и о прилавках, то я поняла, что Никита встречался там с конкретными представителями вот этой же сети магазинов «Монолит» – это сеть магазинов русских продуктов. Да. А вы-то как на него вышли? Сами, заранее или вам тоже встречу организовала? Вот здесь как раз помогли представители центра поддержки экспорта. Я эту сеть не знал. Ну и особо вообще на европейский рынок с фасованной продукцией, с маслом, ну, не дошел глаз у меня до них. Вот, потому что, ну, как-то традиционно, что или Россия, или там Китай, Азия. Вот. Это они меня с ними познакомили в консульстве. Кстати, как раз после официальной части мы разговаривали. Хорошие, веселые ребята. Русские? Да. Я говорю, я произвожу рапсовое масло. Мне говорят, мы его продаем. Я говорю, давайте, я буду у вас продавать. Они говорят, давай. Все просто. Осталось только наладить упаковку, тару и прочее. Да, упаковку, ну и ряд требований. Вы уже готовитесь к этому? Да, сейчас это началась работа, упаковка, весь маркетинг, ну, абсолютно все, что с этим связано. А вот что касается сертификации, да, это же очень важно соответствовать европейскими требованиями. Да, да, да. Они помимо того, что изъявили желание выставить мой продукт, они и предъявили ряд требований еще. То есть это, ну, сертификаты, декларации, все, что для этого нужно. Причем тоже до эфира, мы когда разговаривали, в каждой стране свой подход. То есть если в Китае там необходимы отзывы, да, людей, потребителей. Да. Ну, как бы сертификат нужен, но он больше такой формальности, что этот документ должен быть в пакете документов. Это в Китае? Да, они говорят, ты мне покажи отзывы о твоем продукте и дай рекомендации, с кем ты уже работал. То есть вот сертификат, они, ну, да, есть, ну, и что? Это подход азиатский? Ну, видимо, да. Китайский, да. А европейский, соответственно? А тут, да, в первую очередь их интересует, конечно, продукт, качество, подтверждение, соответствие всем заявленным. Это сложная процедура, и требуется ли здесь чья-то помощь, или бизнесмен сам с этим спокойно справляется? Да, в принципе, бизнесмен, он на то и бизнесмен, чтобы сам со всем справляться. То есть можно это все сделать, центр поддержки экспорта по ряду вопросов будет помогать, это точно. Я знаю, что они сертификации помогают. Мы просто, смотрите, как раз вчера была встреча по стратегии развития России, да, и вот мы входим в такой регион, который будет тестово, вот, и получается, что мы как раз обсуждали экспорт развития малого и среднего предпринимательства и производительность труда, да, поскольку зарплаты у нас выросли в прошлом году там на 8%, производительность труда на 2%, да, то есть предприятия идут в убыток. Вот, и получается, что я была как раз на сессии по экспорту, и основное, мы проблему обозначили, почему предприятия не идут на экспорт. Вы знаете, на каком месте по экспорту находимся? Мы, это кто? Кировская область. Вообще Россия. Россия. Так, на 75-м, после нас, Гондурас, то есть хоть что-то нас связывает, а знаете, на каком месте Белоруссия, Украина, на 25-м и 30-м. То есть, понимаете, нам есть куда еще расти, мы в России очень много предприятий, да, работаем внутри страны, потому что либо страны СНГ, либо страны СНГ, предпринимателю проще, один язык, да, у нас очень слабое знание языков, конечно, чтобы работать, вот. А когда мы стали говорить, да, и я говорю, что самое, конечно, простое, если бы у нас была база данных, созданными российским центром экспорта, куда вбиваешь свой товар, да, и тебе вот выходит, вот в этой стране у тебя такой сертификат, вот 5 сертифицирующих организаций, да, такой-то стране, то-то, и, конечно, когда ты знаешь информацию, плюс нормативную базу, да, потому что вот одни тоже там ребята рассказывали, они продали товар в другую страну, ну, небольшую, вот, оказалось, что больше 2 тысяч евро в месяц им нельзя платить за рубеж в этой стране, и они продали на 200 тысяч, и представляете, мы теперь несколько месяцев будем забирать эти деньги, потому что нам платят по 2 тысячи в месяц. Несколько лет, наверное, сколько это получается. Да, пока не столкнулись с этим, а что теперь делать-то, обратно же не заберёшь, и получается, что, конечно, для любого предпринимателя это была бы интересная тема, и даже язык ты через Google переведёшь, и сотрудника, может быть, хотя бы одного на компанию найдёшь со знанием языка, вот, но то, что ты часто не знаешь, где сертифицировать, как сертифицировать, какая нормативная база, я говорю, даже центры поддержки экспорта, которые присутствуют в каждом регионе, представляете, затраты России, да, на содержание этих штатов, вот, плюс российский центр экспорта. Вы просто сделайте базу, потому что я отправляю запрос, Никита отправляет запрос, ещё 500 миллионов предпринимателей отправляют запрос. Это кто-то взял на карандаш после вчерашней встречи? Да, там вот как раз встреча была, и записывали вот эти наши пожары. Это в Кирове было, это на уровне нашего правительства. Да, да, на уровне нашего правительства. А кто записывал? Сейчас хороший вопрос. С кого спросить, кого приносить сюда. Я думаю, что директора центра поддержки экспорта можно спросить, да, куда это дойдёт, но я думаю, что вот там как раз говорили, что эти наши предложения будут что-то посылаться на уровень региона, что-то на федеральный уровень, вот. И, конечно же, второй момент, там даже не сложности с таможней, да, они какие-то, вот ещё обозначали проблему кадров, что действительно у нас люди слабо знают вот эти законы. Так, вот сейчас про проблему кадров после короткого перерыва. Итак, Екатерина Матленцева, директор по развитию компании МИКО у нас в гостях. Никита Молоткин, директор у Лебяжский завод растительных масел. Это программа «Разворот на бизнес». Миссия выполнима, мы спрашиваем наших гостей, с чем кировские бизнесмены ездили в Мюнхен. Ну и, собственно говоря, заговорили, собственно говоря, о кадрах мы и побеседуем сейчас, потому что вот Александр Анатольевич Чурин, который был в первом часе, он сказал, что предприятия иностранные, когда рассматривают, например, локализацию своего производства здесь или даже просто продажу продукта здесь или закуп продукта отсюда, они очень большое внимание уделяют компетенциям тех людей, с которыми им предлагается работать. Кем угодно предлагается, правительственные миссии, обстоятельствами, самими бизнесменами, компетенции. Но это скорее, когда размещают уже действительно производство. Вот я хочу задать вопрос, потому что я не зря добавила, что и когда занимаются торговлей, в том числе сейчас будет идти речь, мы говорим об экспорте, наверняка, мне кажется, партнеры, которые находятся, или вы их находите, они, конечно же, обращают внимание на компетенции конкретно Екатерины, конкретно Никиты и кто там с ними работает. Разве нет? На самом деле они даже смотрят, как ты разговариваешь, то есть знаешь ты язык, не знаешь. Это кажется невидным, но я даже по своим поставщикам, которым я плачу зарубежным, они отвечают на качество письма. Если ты грамотно на английском написал, они тебе сразу ответят. Если вот пишет мой закупщик, например, у него такой АБВ английский, они могут просто неделями не отвечать, хотя ты у них закупаешь даже продукцию. Они, по идее, в тебе заинтересованы. Второй момент, когда ты всё-таки себя ставишь на уровень с партнёром, что да, мне с тобой интересно, но без любезения, что тут бизнес, ничего личного. И когда ты всё-таки говоришь им о выгодах, когда ты им говоришь, как твой товар встроится, какая цена, какие у него преимущества. Вот даже вот когда в Монолит мы встречались, я вот, я же Никиту тоже нашла, говорю, Никита, там же Монолит, никто тебя за ручку как бы так-то не проведёт. А это именно пищевой отдел был, поэтому я там отдельно звала. Я их целенаправленно тоже спрашиваю, говорю, а как вы выбираете конкретного производителя? А что для вас важно? На какие критерии вы смотрите? То есть в любом случае вот такие вопросы, они тоже говорят о том, что ты действительно будешь предлагать то, что им нужно. Не просто цену, а у меня есть вот этот продукт, а вот такая цена, а типа хотите, не берите. А именно ты сам даже своими вопросами строишь, насколько ты серьёзный, как ты мыслишь. Вот. И они тоже более заинтересованы. И я всё-таки считаю, если ты не вышел на сделку в течение месяца-полутора, то это считайте, что ты не заинтересовал. Второй момент, что это должна быть воронка продаж. Я всегда про неё говорю. То есть если ты провёл переговоры со ста потенциальными клиентами, у тебя выстрелит, дай бог, может быть, десять, если ты правда будешь трудиться. Вот. А если ты провёл переговоры с тремя, и ты ждёшь, что у тебя вот три выстрелит, это вряд ли, то тут, конечно, должно быть большое количество заинтересованных. Второй момент, когда ты едешь, ты должен понимать, да, потому что ко мне на встречу приходили в том числе люди, которые хотели, чтобы я у них заказывала, наоборот, производство косметики. Я говорю, у меня свой завод, мы нигде никогда ничего не заказываем. У меня чистота производства, да, мне важно, что я закупаю, что я использую в продукт. Вот. Ну, если мне будет интересно, спасибо, что пришли, как бы мы там будем на связи. Вот. Но я поняла, что даже, может быть, тот, кто приглашал на встречи со мной, да, помимо того, что мы сами искали и приглашали, да, и я отдельно встречи проводила, вот, то не совсем была, может быть, сфокусирована задача, что мы ищем дистрибьютора. Да, то есть приходили все, у кого косметика с чем ассоциируется, а она ассоциируется у кого с чем попало. Вот. И поэтому здесь сама проработка твоя как бизнеса, она тоже должна вестись помимо помощи государства, да, потому что правительство, представляете, сколько денег вложило в организацию, в консультантов, переводчиков, да, это в том числе тоже поддержка, потому что либо мне нанимать переводчика, да, либо всё-таки мне помогло здесь государство. Вот. И получается, что помимо того, что я там провела встречи, да, я в целом изучила рынок, я поняла, как я могу конкурировать, потому что даже в феврале у меня не было этого понимания до конца, вот. А это уже неделя я там была, вот, я себе другие ещё задачи, да, помимо встреч назначала. И я уже приехав, да, в общем, в понедельник у меня сразу контракт, да, получился. Вот это важно, то есть уже контракт есть в Германии, где можно найти какую-то косметику. Да, да, есть. И вот и стратегия построена на ближайшие, там, два года, вот, то есть я ее прорисовала, мы приехали, мы с команды в понедельник сразу обсудили, запустили в работу, вот, потому что важно выйти на зарубежный рынок, особенно, когда у тебя бренд, с минимальными затратами, потому что я знаю крупного производителя в стране, который в шесть лет уже ошивается в Европе, его нигде нету, я обошла. И они сами говорят на выставке, ну, потому что нас считают такими милашками, вот, потому что, ну, женский бизнес, да, они такие мужчины. Они такие, тут вообще ты шесть лет, мы никому не интересны, никто к нам не приходит, мы, они огромные стенды снимают, все. А я такой, да, нами все интересуются. Вот, ну, понятно, что там еще время на переговоры. Вот, и тут вопрос, что зайти с такими точечными, да, этапами в маркетинге, да, там, в партнерах, которых ты выбрал, и когда ты им рассказываешь, вот у меня такая стратегия выхода на ваш рынок, вот я буду делать то, 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 то на такой-то вот объем. Показываешь свои компетенции, да. Да, с вас нужна вот эта вот доставка, вот эта оперативная, вот это, вот выложить тут вот это, вот мы за вас сделали все этикеточки на немецком, тут вот это. Вот это, понимаете, подготовка бизнеса шла, по сути, полгода у нас к этому выходу, у нас все этикетки на немецком именно, да, то есть мы уважаем немецкого потребителя, у нас нет такого, что вот тут тебе на английском, а тут перевод на немецком. И наклеечка беленькая на немецком. Все-таки, да, я поняла, что то ли я плохо подготовилась, то ли не все было в пресс-релизах, и я не очень тогда поняла, как все-таки эта бизнес-миссия выглядела в целом. То есть это была череда отдельных встреч, это было в рамках какой-то большой выставки в Германии. Это было вместе или сепаратно-специалисты? Расскажите, пожалуйста, вот прям вот конкретно, как это было? Ну, в первый день, а, простите, Катя, пускай Никита расскажет. И Никит просто тренируется в эфире. Спасибо. Это были встречи, встречи с какими-то практиками, работающими непосредственно там в Германии, то есть по сертификации, встречались мы с адвокатами. Это все на какой площадке происходило? На разных. На разных площадках. Ну вот с адвокатами встречались в их офисе, юридическая фирма в красивом квартале, в центре Мюнхена, да. Зачем адвокаты? Вот юридические аспекты ведения бизнеса в Европе, в ЕС, в Германии, в частности. А потом, понимаете, часто предприятия начинают организовать свои компании. Вот это был очень полезный момент, на самом деле, для бизнеса. Стоит ли тебе создавать свою организацию, там, limited edition, да, например, компания, либо все-таки представителя, да, и так далее. На самом деле, что там не обязательно быть резидентом страны, да, чтобы открыть свою компанию. Вот вы можете завтра пойти в Германию, свою компанию зарегистрировать, Светлана. Правда, потом отчитываться. Да, но отчитываться и платить этому же, например, адвокату, поскольку у него организация как раз этим занимается, поддержкой. Вот. Но тут как раз было для нас, мы, может быть, и не хотели свои представительства открывать, да, но, возможно, через какое-то время вместо дистрибьютора мы захотим создать именно свой склад, откроем свое юридическое лицо, и мы поняли, сколько это в деньгах нам будет обходиться, да, какие там сложности. Это было полезно, на самом деле, хоть это и не было нашей там целью, но это создало такой момент безопасности, мы понимаем, как там работать. Ну вот как раз, а это было без уже членов правительства, это вы общались непосредственно сами там с адвокатами? Там центр экспорта был, да? Да, да, да. Так, адвокаты, а с бизнесами где встречались? Ну тут же понятно, что в консульстве встречались с консулом, например, да? И с торгпредом. И с торгпредом. На самом деле, да, генконсульство, оно очень нам помогло, вот, я считаю, правительство тут, наверное, тоже посодействовало, что нам организовали. А стенды где стояли, вот говорили, что были стенды? Как таковых стендов не было, это был не формат выставки, не формат, ну, была презентация от центра экспорта на экране, вот как раз в консульстве, а так это были только вот встречи, беседы по разным тематикам. Ну там принести, вот я приносила свой товар, вот, и, соответственно, у каждого был свой стол, подходили по очереди те, кто тобой интересуется. Ну вот я про это, это где, это прям в консульстве было такое? Да, там был отдельный кабинет, были переводчики за каждым столом, вот, и общался. У Екатерины это было везде, ее продукция, она могла показать в любой момент. Правильно. Вот, это вот упаковка. Товар миксом. И если, Света, позволишь, я бы все-таки хотел еще пользу от таких встреч, в налаживании горизонтальных связей, потому что тоже мы обсуждали, как можно наладить взаимодействие между двумя участниками, если поделитесь. Да-да-да, и один из позитивных моментов этой поездки как раз знакомство с Екатериной, надо было туда уехать, чтобы... Да, наверное, это даже очень для меня было полезное знакомство. Представляете, хотели сельхозпроект в этом году запустить, органик там, гидрават, и зачем из Франции тащить? Купили землю. Да, купили землю, все вроде бы хорошо, семена там, экспертов пригласили. Мы не могли найти сельхозтехнику, представляете? Мы звонили всем, нам никто не давал. Я приехала в Мюнхен, Никита первым делом, я так, да, крабсовая маска, Никита. Вы где берете рапс? Да, любезный предложил воспользоваться их сельхозтехникой, и я говорю, даже только знакомство с Никитой стоило этих денег. А вы в Лебяжском районе купили землю? У Никита везде есть земля, он полуобласти, по-моему, уже скоро купили. У нас много хозяйств партнеров, выращивающих рапс, и в частности вот рядом с полями. То есть он нормально, то есть можно техникам будет... У нас тут леди-фундисты собираются. А что вы будете выращивать, Екатерина? Будем ромашку, мяту выращивать. А Василёк будете выращивать? Да, Василёк, обязательно. Василёк, это любимая моя. Я хочу мак и коноплю, у нас же даже, знаете, в Нижегородской области коноплю маслячную выращивают. Можно, да, выращивать... Он получил документы, да. По маку какие-то послабления вышли, по-моему. Вот, и я вот очень хочу, знаете, у вас всё, что запретное, меня очень манит. Конечно, да, наконец-то у нас появятся красивые маковые поля, я надеюсь, как в Европе и вообще во всём мире. Будем фоткаться ходить. Да, да. Ну, это здорово. То есть на всех этапах получилось приобрести нечто выгодное для себя, да, если не сразу контракт, потому что нужно было готовиться полгода, как у Екатерины, не одна поездка состоялась. То, безусловно, появились и возможные бизнес-партнёры, ну, по крайней мере, связи в Германии. Ну, и для Либерского маслозавода сейчас стимул сделать собственный товар, уже брендированный. Мы уже хотим его просто покупать, Никита. Ну, кстати, вот о такой глубокой, такой эшелонированной подготовке, вот по поводу этикетки. Я этикетку нарисовал и перевёл для китайцев. Они мне сказали, зачем ты её перевёл, нам надо на русском. Там ценится русская, да, там ценится русская. И дизайн говорят, поменяй, я там пытался что-то современное изобразить. Нам нужно, значит, лучше ребёнка фотографию, лучше российского, а лучше семью российскую. Да, вот, светло кожей их манит, да. И что-нибудь такое яркое-яркое, очень красивое, красное такое, кричащее, тогда, говорит, нам понравится. Вот это всё пока не столкнёшься. Красный флаг зелого молотом. Каждой стране своё, да. Спасибо большое, очень приятно с вами было пообщаться. Отличный эфир у нас получился. Екатерина Маттанцева, директор по развитию компании МИКО, Никита Молоткин, директор Лебяжского завода растительных масел, о поездке в Мюнхен, о горизонтальных связях. Олег, спасибо, что ты это делал. Да, Светлана Занюко и эфир вела. И Олег Прохоренко. Всем хорошего дня. Хорошо, спасибо. 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 Спасибо.